МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бонжорно, everybody! Ну, как говорится, добрый день, или когда вы там будете смотреть нашу кулинарную программу «Область вкуса», дорогие наши зрители. Сегодня будет невероятно вкусно, я предрекаю, потому что я очень люблю итальянскую кухню. Ну, а сегодня у нас в гостях человек, который об этом знает все, я имею в виду про пасту. Маркетолог, музыкант, очень разносторонняя личность и мой большой друг Павел Репин. Паш, привет! Владис, привет! Ты знаешь, когда... Я же не все рассказал про наш рецепт, потому что это будет свежая паста от Антонио Карлуч. Именно. И панкейки от самого Джейми Оливера. Я думаю, что эти имена знакомы абсолютно каждому любителю и знатному кулинару. Ну, а те, кто не знает, ну что, будем сегодня вас знакомить с этим. Я предлагаю начать с самого сложного. С пастой? Да. Давай. Потому что я знаю, что ты занимаешься, увлекаешься, умеешь. Научи, покажи нам, как это делается. Так, ну, смотри, сразу хочу сказать, да, не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира. Ну, Антонио Карлуч и Джейми Оливер – это супер такие известные действительно личности. Что касается пасты. Сегодня паста будет интересная. Она свежая. Хочется просто немножко подсказать зрителям и тем, кто, в принципе, умеет и любит готовить, то есть всем, что есть альтернатива. Можно просто купить макароны, да, даже дорогущие итальянские, а можно просто элементарно и быстро сделать свежую пасту дома. Свежую. И мне кажется, это будет намного лучше и вкуснее. Это 100%. Она потрясающая. Вот тот запах, который от свежего теста, которое сварено, он же ни в чем не стоит. Я даже, знаешь, я хочу тебе сказать, что не так давно, прямо в свой день рождения, я занимался очень интересным делом, вместо того, чтобы отмечать, мы лепили пельмени. Браво. Домашние пельмени. И ты знаешь, это было действительно в два раза вкуснее, чем вот покупные или какие-то там замороженные позавчерашние. Это было невероятно. Да, потому что свежее тесто, это потрясающе вообще. Кстати, прежде чем мы приступим к созданию невероятно вкусной пасты, я все-таки хочу людей познакомить с тобой, потому что ты очень интересный человек, личность разносторонняя, как я уже сказал, поэтому прошу. Вот он, Павел Репин. Павел Репин родился в Благовещенске. Хобби – рыбалка, настоящее, осознанное, спортивное и, конечно, музыка. Играет на гитаре, в собственной группе и в кавер-проекте. Итак, друзья, самое интересное начинается. Я называю это магией, потому что не иначе. Ну, кстати, да, кстати, да, потому что, знаешь, Владис, вот смотри, итальянская кухня, она немножко переоценена. Ну да. Все думают, что итальянская кухня – это нечто такое потрясающее. Нет, итальянская кухня, она простая, просто элементарно простая. Да, потому что она была создана простыми людьми в момент, когда действительно были самые простые продукты. Однозначно. Самая фишка итальянской кухни в том, что они готовят итальянские продукты. Вот я уверен, что томаты, перец, всевозможные там специалитеты итальянские, они действительно вкусные. И, соответственно, итальянская кухня потрясающая. Но сегодня, чтобы соблюсти всю аутентичность итальянской кухни, вот я даже нашел настоящую итальянскую муку. Да ты что? Да, паста фреско, фарина, деграно, тенеро, типа 00. Вот типа 00 – это значит самый-самый мелкий помол. То есть мука, она, вот сейчас ты можешь даже посмотреть, она как пудра. А, ну да. То есть она, она вообще очень-очень, ну она как пудра. Вообще. И это единственное ее отличие от обычной муки. То есть пусть наши зрители не пугаются того, что вот взяли итальянскую муку, будет итальянская паста. Нет, возьмите самую обычную. Ну мы просто возьмем вот. Ну вот если есть, почему не пользоваться? Так, в общем, правило такое. На 100 грамм муки одно яйцо. Так, у нас два яйца, значит нам надо 200 грамм. Нам нужно 200 грамм, отсыпаем, отмеряем. Вот, кстати, очень удобная штука – кухонные весы. Если у вас нет, обязательно прикупите. Потому что, ну, есть такие люди, прям вот я, как я, да, то что, ну, 200, ну, 200, ну, 200, ты можешь нормально. Нет, это правильно, потому что на глаз отмерить 200 грамм муки невозможно. Ну да, невозможно. Невозможно. Хотя, если есть у вас граненый стакан, там 250, по-моему, можно. И вот, если брать по рисочку, то как раз будет 200. Лайфхак. Так, дальше замешиваем тесто. Замес теста будет интересно. То есть сначала нужно муку высыпать горкой. Горкой высыпали. Вот, прямо на стол, да. Так, это отложим сюда, потом делаем в центре. Углубление? Да, углубление. Ну, классика, может быть, хозяйки-то знают, скажут, что ты нам тут рассказываешь. Понятное дело, мы же не учим кого-то из людей, которые знают. А вот те, кто нет, еще пока. Вот я, допустим, никогда не занимался замесом пасты сам. Ага, ну, это будет интересно. Мне уже интересно. Так, потом яйцо. Яйцо прямо внутрь вбиваем. Слушай, а как ты нашел себя в приготовлении пасты? Потому что, ну, как-то для меня это, знаешь, вот Паша Репин, я тебя знаю давно. Музыкант, замечательный ведущий. Ведущий, некогда одной из кулинарных программ, которые я с тобой донашивал. Да, да, да. Вот. Это было давно и почти неправда. И тут раз, и производишь пасту. Да, я занимался производством пасты, это было 4-5 лет назад уже. Но это была мечта какая-то, знаешь, вот мне хотелось, ну, во-первых, собственный бизнес, а во-вторых, бизнес связанный с производством пищевых продуктов. Я прям серьезно об этом думал, там, либо выпечка, либо еще что-то. Вот, ну, так как я, в принципе, ну, увлекаюсь вот этой кулинарной темой, да, и брат меня, он живущий в Штатах, он меня тогда надоумил там на это дело, потому что у него друг там занимался этим. И я решил попробовать. У меня получилось. Паста была потрясающая, у меня было настоящее итальянское оборудование. Вот, но, к сожалению, проблемы с продажами, на которые я не обращал вот много внимания, скажем так. Я больше был сосредоточен на продукте. Паш, а как обстоят дела с музыкой? Ты же никогда с ней не расставался. Вообще никогда. Что странно, Владос, учитывая мой возраст и то количество лет, которые я провел с гитарой на сцене, ну, мне до сих пор это нравится. Я не скажу о том, что я занимаюсь музыкой профессионально. Нет, я не хочу уже делать что-то там, ну, серьезное. Мне просто нравится стоять на сцене с гитарой. Вот сейчас у меня такой период, он уже длится там, наверное, лет пять. Вот, но когда меня отпустит, я не знаю. Ну, слушайте, ну, наконец-таки почти все получилось. Ну, типа. Да. Так, ну, вымешивать надо долго. Ну, прям долго, потому что это только яйцо и мука. Благодаря волшебству телевидения прошло 20 минут примерно. Да. Наше тесто отдохнуло. Тесто отдохнуло. Тесто, глютен превратился в правильный глютен. Вот оно вот отдало немного влагу. Ну, такое, да, легкорненько. Для того, чтобы сделать свежую пасту дома, нужно приобрести вот такую шайтан-машину. Эта шайтан-машина называется лапшерезка. Лапшерезка, паста-резка, да, продается в магазинах бытовой техники. Ну, кстати, есть правило тоже итальянское относительно того, как должна вариться паста, должны вариться любые макароны. Расскажи, как. То есть, 1110. Вот это тоже просто запомнить. То есть, 1000 мл воды, 100 г пасты, 10 г соли. Да, да. И, как говорил, кстати, из вкусных хлопот шеф-повар, который был абсолютным экспертом в итальянской кухне, Даниэль Ши работал у нас в Богореченске. А я помню, это было, да. Паста должна, как он говорил, swimming, то есть, она должна плавать в воде. Да, не, она не должна там, ей не должно быть тесно. Я же, кстати, представил тебя как маркетолога, как музыканта, как рыболова. Рыболов, да. Вот это твое увлечение, оно, я о нем узнал не так давно, но для меня это вполне такое самое логичное мужское занятие. Да. Потому что у меня и папа знатный рыболов, и тесть, а вот у меня почему-то пока еще не довелось, то есть, я к этому еще не пришел. Неужели это реально приходит с возрастом каким-то? Ты знаешь, да. Это может прийти с возраста, может и не прийти, да. Самое главное, чтобы это увлечение пришло не то чтобы вовремя, а пришло, скажем так, правильно. А правильность заключается в чем? В чем? Рыбалка, к сожалению, в сознании среднестатистического российского мужчины связана с другими параллельными вещами. Отдых, несомненно, это все круто, но настоящая осознанная рыбалка, вот с этим может сравниться мало что в увлечениях, честно сказать. Осознанная ты имеешь в виду с правильными снастями, в правильном месте, с правильным настроем, отношениями. Да, совершенно верно, но осознанная рыбалка, это когда ты идешь на водоем и ловишь ты рыбу, которую ты не просто можешь поймать, а которую ты хочешь поймать именно в этом водоеме, именно на те снасти, которые у тебя есть, именно с тем умением, которое у тебя есть, и ты ее ловишь. Тогда приходит осознание того, что... Ну, это невероятно круто, да, абсолютно. Во-первых, это природа, во-вторых, появляются какие-то новые вещи, связанные с краеведением родного края, это воспитывает некий такой патриотизм к своему родному краю, потому что раньше я только... Осознанная рыбалка, это где-то года три назад у меня все это дело пришло. Начинается, как мне кажется, самый интересный момент, мы будем делать ту самую домашнюю пасту. Ну, сейчас мы немножко это... Подравняем? Да, подравняем так чуть-чуть, чтобы вот эти... Ну, хотя этого можно не делать, но так она будет такая более... Более эстетичная. Ну, можно, я говорю, можно и делать, но окей, давайте сделаем. Нет, давайте сделаем, конечно, почему нет, если у нас есть такая возможность. Ну, на самом деле, если нет паста-машины, то любая хозяйка при достаточном умении раскатывать тесто обычной скалкой, она справится и без паста-машины. То есть, какова технология приготовления свежей пасты без паста-машины? То есть, раскатываются вот такие листы обычной скалкой, да? Потом все это дело, ну, надо сделать так, чтобы тесто не слипалось. Вот оно, это будет, ну, талятели, итальянцы так делают талятели. Потом все это дело вот так вот сворачивается, да. Ну, я не буду до конца... И ножичком режется, да. Получается абсолютно то же самое. Ну, так как у нас есть... Ну, если мы уж привезли, как говорится, ружье, оно должно выстрелить. Точно, точно, мы будем пользоваться больше. Так, ну, что, поехали? Да? Давай, заряжай. Будем делать талятели, можно сделать так же спагетти вот здесь тоненькие. А, я вижу, да. Талятели, ну, как-то по фэншую. По фэншую. Спагетти, конечно, спагетти не едет. Талятели. Они длинные, конечно, будут. Ну, это же кайф. Ладно, давай. Когда будем брать, так... Будут супер длинные. Почему я показал палочки? Это же итальянская. Вообще, обалденно. Вот это настоящее талятели. Прямо настоящее. Вот. Можно чуть-чуть еще припорошить. Обязательно их, да, вот так надо припорошить. И вот такие вещи с ними сделать, чтобы они не слиплись. Самое-самое-самое экзотический вид пасты. Спагетти а-ля читарра называется. Это когда вот этот вот такой пласт теста, в общем, машинка с натянутыми струнами, как гитара. Вот такая она, ну, то есть здесь вот подставка, она растет. И вот этот пласт теста кладут на струны и раскатывают. Ты можешь себе представить? Подожди. То есть она получается... Она продавливается сквозь струны и падает. Она широкая? Нет. Представь гитару. Но гитара представила. Вот струны. Ага. Кладется вот прямо на вот эти струны теста. И прокатывается. И здесь прокатывается, и струны прорезают тесто, и тесто падает. Прикольно. То есть вот этот спагетти а-ля читарра, это как бы вот такой тоже экзотический вид пасты. Я не знаю, для чего, конечно, они это придумали. Это уже понты. На самом деле, Владос, без хвастовства, скажу тебе, и без всякого преувеличения, мы сейчас приготовили вот ту самую свежую пасту, которую едят в 100% домах в любом итальянском городке и деревушке. Мука итальянская. Я тебе скажу, у нас за окном Италия. Я тебе сейчас покажу, смотри. Какой же это городишко у меня. Супер. Ну все, у нас все по фэншую. По фэншую, да. Так, ну все, паста готова, вода вскипела. Но мы, естественно, все не будем, потому что воды здесь немного. Мы можем, в принципе, порциями ее сварить, потому что варится она очень и очень быстро. Так, ну на такое количество воды, наверное, мы немного положим, потом остальное доварим. Ну и эта паста варится, ну, буквально, я не знаю, ну, давайте засечем, на минуту. Буквально одну минуту? Вот, вот, вот буквально одну минуту. Ей достаточно просто закипеть. Так, нам нужны же щипчики, да, чтобы достать? А, я крышка накрыл для того, чтобы она вот моментально закипела. Ну вот насчет соуса, ну, я специально не стал еще заморачиваться сейчас соусом, это было бы долго, потому что для этой пасты соус, ну, абсолютно любой. Я думаю, что в принципе... Самый простой соус, кстати, это сливочное масло. Это соус. Вот здесь соглашусь. Да, просто побольше сливочного масла и дни глаз. Вот, еще проще соус, это обжарить на оливковом масле чеснок и добавить туда черный перец. И потом, ну, собственно, положить туда пасту. Все. Класс. Но и такую пасту, нужно сказать, что нужно сразу есть. Однозначно. Поэтому я... Поэтому, с вашего позволения, мы попробуем прямо сейчас. Потому что у нас есть еще один маленький рецепт, который мы будем готовить. Кстати, вот сейчас все идет в реал тайме, я не знаю, как получилось. И... Да, я уверен, что это просто великолепно. Я думаю, что это можно помнить. Слушай, ну, можно было, кстати, еще поварить. Она прям такая... Мне нравится так. Серьезно. Я люблю, когда она такая... Ну, конечно, соуса не хватает, но... Какого-нибудь, любого. Но здесь надо сказать, что сам вкус пасты, он предполагает вот это вот... Ну, то есть он вкусный, а она сама вкусная. Влад, здесь сегодня выполняешь функции шеф-повара, который стоит... Она раздачивается. Да, да, да. Вообще, вообще, просто идеально. Друзья, смотрите, вот она, настоящая свежая паста, готова к употреблению. Мы немножко добавили черного перца, немножко полили маслечком, потому что... Ну, это самый классический итальянский вкус. Попробуйте, и вам обязательно это блюдо зайдет, понравится. Я думаю, что не останется ни одного недовольного зрителя. Этот рецепт от Джейми Оливера, мы повторимся, потому что это знатный шеф-повар. Я его прям один в один, но я его готовлю дома, то есть, в принципе, навык есть, и он реально классный. Он классный в том, что есть небольшая фишка, вот позже, вот для вот этой небольшой фишки, вот такое вот блюдо у нас есть огромное. Ничего себе, небольшая фишка. Да, да, да. Но оно, эта фишка придает тесту для панкейков, оно жидкое, некую воздушность. Что нам нужно? Нам нужно 3 яйца, где-то примерно вот стакан муки. Ну, где-то 220-240 грамм. Нет, меньше. Меньше здесь? Где-то грамм 120, наверное. И вот столько же молока. Ну, примерно молоко и мука в равной пропорции. Ну, вот на 3 яйца это, ну, здесь сколько? 150, наверное. 150, да. Да, 150 миллилитров молока, 120 грамм муки, 3 яйца. Что мы делаем прежде всего? Прежде всего нам нужно сразу вот этих 2 блюда. Мы отделяем желтки от белков. Солим. Соль. Ну, кстати, эти панкейки, они без сахара. Почему? Потому что этот, вот почему схожи эти 2 рецепты, почему я их выбрал. Потому что и там, и там эти некие базовые блюда, да, которые требуют соуса. Для пасты можно сделать любой соус. Я говорю, сливочное масло, масло это соус. То же самое панкейки. Не нужен сахар. Сахар вы можете добавить в виде варенья, джема, меда, сметана с вареньем. Вот, кстати, правильно ты сказал, что сливочное масло вместе с сыром, оно дает такую консистенцию классного соуса. Это очень вкусно. Абсолютно. Так, дальше. Белки мы не солим? Нет. Просеиваем муку. А мука просеивается, ну, для того, чтобы она насытилась кислородом. Это вот нужно тоже для теста, оно становится более правильным в последствии. Так. И выливаем сюда молоко. Ну, пока все просто. Элементарно все то же самое, как на блины. Ну, и замешиваем это все дело здесь, и оно будет у нас стоять и пока отдыхать. Если есть вот такой вот блендер... Это вообще элементарно и быстро. Он значительно упрощает работу. 10-15 минут, наверное, у нас ушло на то, чтобы взбить. 10 точно, да. А если это делать рукой, уйдет, ну, полчаса минимум. Долго, да? Долго будет конкретно. Чем сейчас занимается Павел Репин и какая деятельность твоя сейчас? Павел Репин, в принципе, занимается в части профессиональной деятельности тем же самым, чем занимался, начал заниматься в 2003 году. Страшно представить. Да, я маркетолог, я сейчас небольшое СММ-агентство. Вот, я хотел спросить, даже агентство свое. Да, СММ плюс маркетинг плюс консультационные услуги плюс продакшн и так далее. То есть, в принципе, рекламой и маркетингом я занимаюсь вот уже 20 лет. Да, за эти 20 лет было все от телевизионной рекламы, от видеороликов там с какими-то невероятными бюджетами, там с лошадьми, с костюмами и так далее. И сейчас все трансформируется, сейчас все онлайн. Ну, естественно, мы тоже вынуждены, мы маркетологи бедные, вынуждены тоже под это все подстраиваться. Ну, в принципе, я доволен тем, что я вот не изменяю своей профессии уже 20 лет. Хотя, казалось бы, да, я работал во многих сферах. Это и финансовые сферы, и банковские, и общепит. И с общепитом очень плотно работаю сейчас. Но маркетинг, он такой вот, такой странный, потому что ты можешь быть маркетологом, но работать везде-везде-везде. Да, да, да. А по сути, ну, все одинаково. Да, так смазываем. Чуть-чуть фунду, да. Ну, конечно, панкейки лучше готовить, может быть, в специальной, ну, специальном приспособлении, вот, панкейкнице. Панкейкнице, скорее всего. Панкейкнице. Ну, может, она так и называется, блинница, но с такими маленькими. Но, за неимением, да, я дома, вот я пока, я, ну, готовлю так, как я делаю дома. Дома я делаю так, они получаются неровные, они получаются такие разные, но это не значит, что они будут менее вкусные. Ну, пока все получается ровненько. Ты знаешь, даже если, я никогда просто в своей жизни не помню, чтобы я ел два одинаковых оладушка. У них все всегда разные. Да, они разные, точно. Друзья, раз уж так или иначе оба сегодняшних рецепта связаны с тестом, и, как вы понимаете, без муки здесь никуда, вот мне хотелось бы познакомиться и вас познакомить с тестом, точнее, с мукой. Что ж такое мука? Как она делается? Каких видов бывает? Давайте познакомимся. История приготовления муки Здесь, друзья, надо следить за таким состоянием. Вот вы видите, когда низ уже чуть-чуть взялся, перестал блестеть, то есть вот этот глянец ушел, вот здесь уже можно переворачивать. Главное, вот панкейки тоже не передержать. Ну, и они сразу поднимаются, то есть они не, они не как оладьи, то есть они не, ну, чуть-чуть шире. Да, они шире, они выше, и такие. Ну, это вот как раз-таки взбитый белок, вот эта воздушность им длина. Обычно мы привыкли, что они чуть-чуть слаще. Да, без сахара нет вообще же. Но здесь нет сахара, и он мне не нужен. Абсолютно. А потому что мед, варенье, сметана. Да, можно любые топпинги добавлять, на ваше усмотрение. Да. И будет класс. Здесь вот именно сам вкус вот этого теста. О, пока ты жаришь оладьи или панкейки, я сделаю небольшой сюрприз, небольшой бест-подгон. Серьезно? Топпинг у нас будет, да, клевый. Сейчас сделаю. Сметана, варенье, мед? Почти. Ну что, друзья, у нас последние панкейки почти готовы. Целую тарелку уже налепили, нажарили. И тем временем я, кстати, создал уникальный топпинг. Как ты понимаешь, у нас с нескольких программ остается продукт. И я не могу, как человек от кулинарии, выбрасывать. У меня рука не поворачивается. Поэтому здесь размороженная вишня. Так, свежая. Да. И джем, персик, манго. Вот такой топпинг. Тут такая, знаешь, вишня чуть-чуть кисловатая. И джем, невероятно, сладкий. И все это вкупе очень вкусно. Слушай, ну идеально. Идеально. Ну, знаешь, как в американских фильмах, панкейки с кленовым сиропом. С кленовым сиропом и с блюберем обязательно. Да, да, да. Чернички. Ну, у нас вишня, как бы, в принципе. Это наше мясное. Да, в принципе, класс. Все подходит. Так, ну все, три последних. Ага. Ну, довольно-таки эстетично получилось. Я тебе скажу, это просто невероятная красота. Довольно-таки неплохо. Ну, а теперь мы, как всегда, прервемся на то, чтобы прибраться. И будем пробовать эти невероятно воздушные, и я абсолютно уверен, что вкусные панкейки. Итак, друзья. Момент истины. Самый кайф, это вот когда вот так. Слушай, а я больше вот это хочу, а вот это. Да. Ты заинтриговал. Я тебе серьезно говорю, попробуй. Я заинтриговал. Я больше скажу, я теперь буду всегда так делать. Что-то невероятно вкусно. Ммм. Угу. Угу. Тыкинь. Это вообще размороженная вишня. Угу. Она такая неразетанная. Ну, неразкисшая. Неразкисшая? Да, да, да. Да. Она, во-первых, вкусная. В этой смеси с персиком и манго. Угу. Она прям как будто вот они поженились все втроем. Угу. Да, шведская семья. Так, давай. Еще один, потому что я не могу остановиться. Я бы тоже сейчас много съел, но, ну, ладно. Во-первых, углеводы, во-вторых, формат программы не позволяет. Ты знаешь, нам вообще после такой вкуснятины можно все. Я хочу сказать тебе спасибо. Потому что, как я уже упоминал, все, что связано с тестом, как-то сложновато для меня. Но ты показал мне, насколько это просто. И, скорее всего, я дома попробую это сделать, потому что я люблю, мне нравится. Как сделаешь фотоотчет, пожалуйста. Обязательно. Валя, спасибо, что пригласил. Спасибо, Паша, спасибо тебе огромное. Безумно было приятно оказаться в этой студии. Прямо кайф. Да. И, как всегда, я тоже очень был рад тебя видеть. Друзья, я напоминаю, что наши рецепты вы можете найти на нашем сайте amurobl.tv. Обязательно подпишитесь на нас во всех социальных сетях и не пропустите ни одного выпуска, потому что там очень вкусно и интересно. Ну и все. Пробуйте. Приятного аппетита. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»